Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня мы вместе с вами будем перебирать весь мой уход. То, что вы видите сейчас на экране, это даже не половина, это только треть того, что мы будем с вами разбирать. К сожалению, абсолютно все выставить на стол у меня не получилось, потому что банок слишком много. В общем, сегодня мы с вами разберем мой уход за лицом, очищение, крема, тоники, мицеллярки, все-все-все, маски. И также мы разберем уход за телом и за волосами. Так что, если вам интересно, то обязательно продолжайте смотреть, а мы поехали! Итак, давайте начнем с ухода за лицом, а именно со смывания макияжа. И дальше пойдем уже по остальным ступеням нашего ухода. В качестве смывок для макияжа я использую либо гидрофильные масла, либо мицеллярную воду. Среди гидрофильных масел у меня сейчас есть три штуки, а именно The Face Shop, Biore и Ifroche. Все три гидрофильных масла хорошие, я все их люблю. Вот это я отдаю обычно маме, потому что она больше всего любит именно эту умывалку. У нее сухая кожа, она не любит гидрофильные бальзамы, ей обычно нравятся именно вот такие жидкие текстуры, потому что они более маслянистые. Лично я больше всего люблю вот это средство от Biore. Оно довольно-таки жирненькое, оно хорошо все смывает, не оставляет никаких следов и вообще абсолютно идеальное средство, на мой взгляд. И также средство от Ifroche тоже люблю, но пока что оно отправляется в запас, пока не закончится какое-то из этих двух гидрофильных масел. Мицеллярной воды у меня сейчас четыре штуки. Вот такую мицеллярку от Biore я отправляю в Тревел косметичку, потому что обычно все мицеллярные воды в больших упаковках идут, и вот такую маленькую еще нужно постараться найти. Мне не нравится эта мицеллярная вода. Да, это мицеллярная вода из серии Acne Care, она какая-то суховатая и не очень хорошо смывает макияж, но все же для Тревел мицеллярки она вполне себе сойдет. Все остальные мицеллярные воды я оставляю. Вот эту от Ifroche я пока убираю в запас и достану ее, когда у меня закончится либо даф, либо гарния. Как видите, их здесь уже осталось не очень много, и скоро они подойдут к своему концу. Кстати, вот эта мицеллярка от Daft вполне себе неплохая, но она расходуется нереально быстро. Я ее купила, наверное, месяц назад, и как видите, здесь уже больше половины нет. Это какой-то кошмар. Средств для умывания у меня тоже немало, как вы видите. Я точно выкидываю вот это средство от Glam Glow. Во-первых, я им так ни разу и не воспользовалась, оно мне попалось в подарок. А во-вторых, у него уже истек срок годности. Умывалку от Garnier Smatch я убираю в Travel косметичку. И также умывалку CeraV я тоже убираю в Travel косметичку. К слову, вот эти две умывалки мне не очень понравились. От Garnier сильно сушит кожу, она прямо-таки до скрипа очищает. А от CeraV мне просто не понравился, у нее не очень хороший запах. Она как-то странно умывает. В общем, не могу сказать, что я их советую. И умывалку от EFrochet я убираю в запас. Я буду иногда ею пользоваться, а именно зимой. Зимой иногда, раз, несколько раз в неделю я буду ее наносить, но не чаще. Потому что у нее в составе есть такие скрабирующие частички. И для ежедневного умывания она не подходит от слова совсем. Сейчас я умываюсь вот этой пенкой, поэтому ее я оставляю. Вот эта пенка у меня из Таиланда. Ее я буду использовать сразу после того, как у меня закончится пенка от Etude House. И пенку от Vkustwila, вот такой мусс для лица, я отдам маме. Мне эта пенка не понравилась. Она слишком похожа на молочко. Она практически ничего не очищает, ничего на лице не делает. В общем, мне она не понравилась. Но мама хотела ее попробовать, поэтому я отдам эту пенку ей. Среди тоников я точно оставляю два вот этих кислотных тоника. От KOSRX с ячей кислотами и от Benton. От Benton с алоэ и B-ячей кислотами. Очень классный тоник. Я его периодически использую, когда на лице много воспалений. Поэтому он будет жить у меня всегда. От KOSRX тоник это тоже тяжелая артиллерия против различных воспалений. Тоже использую его редко, но метко. Поэтому он тоже остается у меня. От Миши я лосьон отдам маме. Ей очень понравилась эта серия, потому что она все же больше для возрастной кожи, нежели чем для моей. Так что это отправляется маме. Вот этот маленький лосьон слэш-тонер от бренда Hada Labo отправляется в тревел косметичку. Думаю, вы сами поняли почему. Вот этот тоник от NovaSuite я пока что еще тестирую. В целом не самый плохой гиалуроновый тонер для лица. Он и увлажняет кожу, и быстро впитывается. Никаких неприятных ощущений не вызвал. Но я его все еще тестирую. Поэтому он у меня будет на тестировании дальше. Тоник от Ciando я в последнее время не использую. Мне больше понравился именно вот этот тоник. С молочной кислотой и цинком, нежели чем вот такой увлажняющий. Увлажняющий тоник я точно пока убираю. Быть может когда-нибудь его достану. Но в ближайшее время я им пользоваться не планирую. А этот тоник, думаю, я его добью. Там чуть-чуть осталось. Поэтому он пока что у меня остается. Тоник от EFrochet тоже люблю. Он остается. И тоник от Organic Zone с Echinacea тоже очень люблю. И он у меня обязательно остается. А вот эти два тоника от Mixit и Natura я убираю. От Mixit у меня был другой тоник, который мне нравился. Он был хороший. Но вот этот тоник с распылителем, он очень плохой. У него неприятный распылитель. У него неприятная одушка, которая попадает на глаза, на рот. Даже если это все закрыть. В общем, тоник неприятный. И я его убираю. А вот этот тоник Natura Siberica. У него очень симпатичное оформление. В общем-то из-за оформления я его и взяла. Но он очень липкий. И он мне совершенно не понравился. Когда я его нанесла, он очень долго впитывался. Он оставил липкость. И вообще было такое ощущение, будто бы я нанесла на лицо пленку. Поэтому, как вы видите, он у меня вообще практически не закончился. Теперь давайте разбираться с сыворотками. Вот эту сыворотку от Елизавета я уже давно пытаюсь закончить. Как видите, ее здесь уже немножечко осталось. Но, честно говоря, у меня нет желания сейчас ею пользоваться. Поэтому я ее пока что убираю. И когда у меня закончатся все сыворотки, я ее достану. Вот эту сыворотку я отдаю маме. Я всю эту линейку вообще отдаю маме. Потому что она ей очень понравилась. А мне как бы не жалко. Вот эту сыворотку от Siando я убираю. Несмотря на то, что эта сыворотка хорошо увлажняет кожу. Но, как видите, у меня здесь еще целая гора сывороток. И мне просто так много не нужно. Поэтому я ее пока что убираю. И я даже знаю, кому я ее потом отдам. Вот эта сыворотка от бренда Ям. Мне попалась в бьюти-боксе Land of Beauty. Невероятно классная сыворотка. От нее мощнейшее увлажнение идет. И я все свои сыворотки сейчас заменила на вот эту. Я ее сейчас использую ежедневно. Так что она у меня определенно остается. Сыворотки от Mixit. У меня здесь две штуки. Я их обе оставляю. Вот эту я буду использовать больше летом. Потому что у нее блесточки в составе. Она хорошо смотрится именно летом. Особенно где-нибудь на море. Вот эту сыворотку All-in-One. Масляную я тоже пока оставляю. Я ей последнее время не пользуюсь. Но она мне достаточно сильно нравится. Или же, возможно, я ее даже переподарю кому-нибудь. И я даже знаю, кто эту сыворотку очень любит. И кто от нее точно не откажется. Сыворотку от Mishit Time Revolution. Я пробовала много раз. Я пыталась с ней подружиться. Но ни я, ни мама с ней так и не подружились. Ее очень советовали блогеры. Якобы она супер потрясающая. Делает невероятные вещи с кожей. Но, честно говоря, на нашей коже она не делает ничего. Так что я ее пока что убираю. Быть может, я ее кому-нибудь отдам. Кто захочет ее взять. Сыворотка от Ordinary. Хорошая гиалуроновая сыворотка. Она не делает ничего особенного. Но также и не делает ничего плохого. В общем, я ее пока убираю про запас. И, быть может, когда-нибудь достану. И последняя сыворотка. Это сыворотка от бренда Organic Zone. Гиалуроновая сыворотка. Очень классная. Она невероятно классно увлажняет. Просто лицо как будто бы водой полили. Невероятное увлажнение от нее идет. Хороший состав, что тоже важно. Так что я ее оставляю. Несмотря на то, что я сейчас пользуюсь сывороткой от бренда YAM. Но вот эту сыворотку я обычно использую после того, как сделаю жесткий пилинг. Или очень иссушающую маску. И вот эта сыворотка отлично подходит как раз таки для восстановления кожи. И для ее увлажнения после суровых мер. И последние две сыворотки, которые я вам еще не показала. Это сыворотки от бренда NovaSuite. Мне их прислали на обзор. Вот эта сыворотка сияющая для лица мне понравилась. У нее приятный запах. Она с маслом ЖЖБа. Быстро впитывается. Очень приятная сыворотка. Но я ей перестала в последнее время пользоваться. Мне показалось то, что у меня от нее появились воспаления. Но это пока не точно. Я буду ее продолжать тестировать. И потом вам расскажу от нее или не от нее. И вторая сыворотка. Вот такая с B-CHA-HP-CHA кислотами. Сыворотка пилинг. Ее нужно использовать уже не каждый день, а несколько раз в неделю. Она прикольная. Но ничего особенного она на моей коже не сделала. В общем, как легкий пилинг. Ее можно использовать. Она не оставила ни покраснений, ничего. Но как тяжелую артиллерию ее не рассматривайте. Теперь давайте разбираться с дневным кремом для лица. Вот этот крем пойдет маме, как я уже говорила. Вот этот вот крем Яме. Я, честно говоря, не пробовала наносить его на лицо пока что ни разу. Потому что у меня был другой крем обычно всегда. Мне его подарили. Я его пока что отложу в закрома родины. И когда-нибудь, когда у меня закончатся все мои крема, я его достам. Или же я его кому-нибудь переподарю. Вот этот крем с Мадекасасидом мне раньше нравился. Но он мне изрядно надоел. В целом, его осталось здесь немного. Так что я его оставлю где-нибудь на рабочем столике, чтобы его добить. Вот этот крем Ям мне очень нравится. Он тоже приехал мне в коробочке Land of Beauty. Я, на самом деле, скептически относилась к этой косметике. Но мне очень понравился эффект. Крем невероятно нежную кожу делает. Он ее делает как будто бы заполированной. Она напитанная, мягкая, заполированная, просто сияющая. Потрясающий крем. Я не знаю, где его купить. Поэтому долго на нем останавливаться не буду. Я сколько ни рылась в интернете, так его толком нигде и не нашла. Но он сейчас у меня главный в моем уходе. Я им каждый день пользуюсь. Крем от Nivea я тоже оставляю. Я его покупала в Польше, когда мы с молодым человеком обгорели. Гуляя по городу. И пока что он мне не особо нужен. Но я его обычно беру с собой на море, когда закончатся все лосьоны для увлажнения кожи. Или же, когда закончатся все постзагарные средства. Тогда эта Nivea хорошо помогает. Она действительно смягчает кожу и ее успокаивает. И последний крем. Это вот такой вот крем от Undalone Naturals. Из серии Brightening. Очень классный крем. У меня, кстати, это вторая упаковка. Первый крем я закончила. И купила вот новый. Классный крем. Классно увлажняет кожу. Кожа потом очень увлажненная. Ей очень хорошо от этого крема. Но, к сожалению, все же заказывать две упаковки не нужно. И если один раз я крем добиваю, то лучше второй не покупать. Потом у меня крем быстро надоедает. К тому же, как видите, у меня много других кремов. Так что этот крем я пока что уберу. И когда-нибудь попозже его достану. И теперь давайте с остальными кремами разберемся. Они все ночные, кроме вот этого Kiehl's. Данный крем от Kiehl's. Данный крем от Kiehl's. Это крем под глаза. Он мне нравится. Но, честно говоря, я не уверена, что он стоит своих денег. А стоит он нереально дорого. Все остальные средства я плюс-минус использую. Вот этот крем хороший. Дает кожу очень увлажненную утром. Также вот такой от Andalou Naturals из серии Brightening. Тоже очень классный крем. Как видите, я его почти добила. И поэтому я его пока не буду убирать. Я его попытаюсь все-таки добить до конца. А не убирать куда-то, где он будет лежать и точно не использоваться. Вот этот крем от Derma. Классный крем для проблемной кожи. Здесь есть чайное дерево в составе. Действительно хорошо борется с высыпаниями. Но этот крем очень жирный. И он определенно только на ночь. А во-вторых, он очень сильно пахнет. Так что, если вы живете с молодым человеком, или если вы замужем, то лучше данный крем не приобретать. Потому что пахнуть вечером вы будете далеко не розой. У меня молодой человек, когда почувствовал на мне этот запах, спросил. Юля, а чем это так воняет? Вот им это воняет. Так что, если вы девушка не одинокая, то лучше его не покупайте. И последний крем. Это тоже крем от бренда Yam, который я уже показывала раньше. Это ночной крем. У него очень интересная упаковка. Я его сейчас тоже использую ежедневно. Он мне очень нравится, как и все средства от этого бренда Yam. Так что, я его определенно оставляю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова